Он представляется нам человеком избылины. Василий Алексеев, русский богатырь. Воплощение силы и мощи, воплощение победного духа. Словно Илья Муромец, слезший с печи к 30 годам, чтобы совершать подвиги во славу своего народа. Думаю, наверное, все-таки больше подойдет Микулас Ильининович. Все-таки самый сильный из всех богатырей, не такой известный, как Илья Муромец, но человек, который, ну, богатырь, который пахал землю, а вот саху его никто от земли-то оторвать не мог. Поэтому по силе, я думаю, Василий Иванович как раз Микулас Ильининович. Такие, как Алексеев, приходят на землю творить и удивлять. Исполненные отвагой, они бросают вызов обстоятельствам, соперникам. Бросают вызов всему миру, а главное – себе. Есть в их жизни нечто мистическое и непознанное. Или мы просто по привычке восхищаемся силой. Эти люди умеют раздвигать границы обычных представлений о мироздании. Они чемпионы. Они рождены побеждать. Исполненные поведения в бою заболевает мяч. Победа! Вот день на огонь. А вот это победа! Своё серебро они заслужили, а мы заслужили золото. Блестящий день сегодня российской команды. Ригер вперёд 477. Гаврил Черенков, удар! Гоу! Наш братат Алексей Комич удивил англичан. Они назвали его «Тигром». Так ответил и Бутимшин. Бутимшинка во всех боях легко одерживал победу. Отлично! Брулин вперёд 2.18 и снова с первой попытки. УДССР Мюнхен. 1972 год. Очередные летние Олимпийские игры. Рекордное количество стран-участниц. Впервые больше миллиарда телезрителей. Все спортивные арены оснащены по последнему слову техники. Казалось, ничто не может омрачить праздник. Но случилось непредвиденное. Впервые в истории Олимпиад на играх звучат настоящие выстрелы. Теракт, совершённый членами палестинской террористической группировки «Чёрный сентябрь», уносит жизни 11 человек из израильской олимпийской сборной. Я с этими ребятами познакомился в Швеции в 1972 году. Один был с Румынии, красный. Один был негр. Я говорю, это тоже еврей? Да, еврей. Один был наш парень с Прокопьевска. Вывезли её в 14 лет. И всю эту команду я знал лично. И тренера. И вот этих всех ребят положили. Ну, я не знаю, кто там виноват. Снайперы, которые привыкли стрелять по мишеням и по людям, и даже разные вещи. Ранили одного, тот кинул гранату в самолёт. И команда погибла. Олимпиаду остановили. На следующий день все сборные мира вышли на панихиду по погибшим. Но из Москвы приходит другая установка. Советским спортсменам к трауру не присоединятся. А из Мюнхена вернутся с 50 золотыми медалями. Прекрасная цифра, подходящая под юбилейный год. 50-летие СССР. Только задача не из лёгких. И они делают это. Борьба, бег, гимнастика, все виды гребли, водное поло, баскетбол. И ещё впервые в нашей истории все три составляющие олимпийского лозунга «Цитиус, Альтиус, Фортиус» «Быстрее, выше, сильнее» покорены советскими спортсменами. Быстрее всех Валерий Борзов. Выше всех Юрий Тормак. А сильнее всех он, Василий Алексеев. Невероятный русский богатыр. Он покоряет в сумме Троеборье 640 килограммов. Новый олимпийский и мировой рекорд. Олимпиада в Мюнхене – первая олимпиада для Алексеева. Его восхождение к вершине произошло со скоростью невероятной. За три года до игр о нём знали лишь специалисты. А сейчас он уже рекордсмен планеты, чемпион Европы, мира. И вот покорена самая главная в жизни спортсмена высота – олимпийская. Василий Алексеев – выдающийся спортсмен 20 века. Тяжелоатлет. Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион планеты. Обладатель рекордного количества мировых рекордов – 80. Первым в истории тяжёлой атлетики преодолел рубеж в 600 килограммов. Это великий человек. Говорят, такие люди раз в сто лет рождаются. Но вот это об этом человеке. Мы же говорим, что что-то составляет национальную гордость, гордость страны. Вот это такие люди. Это человек, который переворочил вот в этом зале не одну тысячу тонн металла. Добрейшей души, да. Не знаю, как для других. Я вот прожив с ним 50 лет добрейшей души. Но вернёмся на пару лет назад. Чемпионат мира в Коламбусе, США. В те годы в Соединённых Штатах интерес к тяжёлой атлетике падает. Таких звёзд, как легендарный Пауль Андерсон, уже нет. Однако интерес к чемпионату мира 70-го года был приличный. Во многом благодаря рекламе. На одной из магистралей Коламбуса высится 30-футовая статуя штангиста. Подарок олимпийского Мехико. Бросается в глаза обилие афиш. Даже полицейские машины облеплены плакатами, на которых красуется американский штангист Дьюб. Кстати, именно Дьюб является на тот момент чемпионом мира. И это ему принадлежат слова «Я во что бы то ни стало должен одолеть коммунистов». Но! Осенью 70-го года в американском городе Колумбусе Алексеев впервые стал чемпионом мира. 28-летний Василий Алексеев из России теперь будет внесён во всеофициальные источники, как самый сильный писал в те дни газета «Citizen Journal». Но давайте сделаем небольшую паузу и из американского Коламбла перенесёмся в посёлок Рочегда Архангельской области. В Рочегде начиналась трудовая биография Алексеева. Он с 11 лет работал в леспромхозе, таская здоровенные брёвна. Так вот и увлёкся тяжёлой атлетикой. А это его первая штанга. Ось от простой вагонетки. Из этого паренька потом вырос вот такой человек, который установил 80 мировых рекордов. Александр Венков – заслуженный тренер России. Главный тренер мужской сборной страны по тяжёлой атлетике. Под его руководством в последние годы команда добилась отличных результатов на международной арене. На сегодняшний день такого представить невозможно. И наверняка больше никто и не повторит, ни в нашей стране, ни в мире. 80 мировых рекордов. Я выиграл спардикиаду Донас, спардикиаду России. И вторым был на спардикиаде народов СССР. Он женился, ему было 20 лет, а мне 22-й. Прожили 50 лет. И в кино ходили, и на танцы ходили. Там клуб один на севере. Куда деваться-то? Как только мы поженились, он ходил на тренировки в клуб. Придёт, сумку принесёт с мокрыми вещами. У меня двое детей. Те плачут, надо всё. И я думала, господи, делать ему нечего. Ходит, штангу какую-то поднимать. Было такое сначала. А потом думаю, нет, наверное, это серьёзно. Хочу быть первым. Характер сильный. Ему всё по жизни тяжело давалось вначале. Алексеев – это что-то огромное, что-то великое. Хочу быть первым. Написал Василий Алексеев на оборотной стороне фотокарточки, на которой был запечатлён рядом с Леонидом Животинским и Станиславом Батищевым. Лидерами советской тяжёлой атлетики конца 60-х годов прошлого века. Вершина как бы всего и в любых единоборствах, в любых выяснениях, кто же всё-таки сильнее, да, это всегда первенство за тяжами. А супертяжи – это недаром в Японии так популярна борьба с умо. И там огромное количество и кудо, и карате, и окинава, и всё что угодно, да. И окинавская, и так далее. Но всё равно, конечно, боги сумоисты. Характер сильный. Ему всё по жизни тяжело давалось вначале. Татьяна Коширина в тяжёлую атлетику пришла по собственному желанию в 13 лет. Лидер сборной России и лидер мировой штанги. Четырёхкратная чемпионка планеты. Обладательница 16 мировых рекордов. В её коллекции золотых наград нет лишь золота Олимпийских игр. Приходилось ему работать в шахте. Я думаю, что это его сподвигло, так как он в 25 лет только выполнил мастера спорта. И в 28 лет вышел на международную арену, то есть, да, на помост. Это, наверное, о многом говорит. Алексеев обозначил главную цель жизни за несколько лет до победы в Коламбусе. Тогда он поднимал на 50 килограммов меньше Жаботинского. А в его большое атлетическое будущее мало кто верил. Но, вопреки всему, звезда Алексеева зажглась настолько ярко, что до сих пор никто не сумел её затмить. В истории нашей штанги тяжёлой атлетики было немало великих атлетов. Это и Навак, и Власов, и Жаботинский, Воробьёв, Давид Ригерт. Ну, всё-таки спортсменом номер один, конечно, для тяжелоатлетов является Василий Иванович. У меня на компьютере есть старые записи, которые наши все выступают, старые штангисты. Мне просто даже смотреть, да, на них. Это мотивирует меня, пересматривает, хотя я видел сто раз, да, каждый раз пересматривает записи. Будучи олимпийским чемпионом, я даже не могу близко равняться с ним, да. Меня даже близко нельзя ставить там рядом. Дмитрий Берестов – заслуженный мастер спорта, чемпион олимпийских игр в Афинах. Его золото – единственное в истории нашей штанги за последние 12 лет. Сегодня готовит олимпийскую смену, воспитывает молодых тяжелоатлетов. Алексеев – это что-то огромное, что-то великое, что-то сделал для нашей страны такое, для нашего вида спорта просто. Это до сих пор все это, об этом все говорят. Ой, какой же ты молодчина! Какой же ты молодец! Получается, Берестов, красавец! Красавец, он сделал это! Последний чемпионат мира доказал, что поколение наших тяжелоатлетов возрождается. Мы, подобно Фениксу, горевшему в 90-е, восстаем из пепла. Посмотрите только на Артема Акулова или Татьяну Каширину. Я-то только 16 мировых рекордов делала, это по сравнению с 81 рекорд, да, который он сделал, это смешно. Я и так постоянно стремлюсь, работаю, работаю, да, и если бы было бы еще одно какое-то упражнение дополнительное, я бы, наверное, не выдержала, наверное, такого напряжения. Чемпионат мира в Хьюстоне действительно дает не только пищу для размышления, но и вселяет в поклонников штанги настоящий оптимизм. Победа этих ребят – новая страница в истории не только нашего, но и мирового спорта. Что дальше? Конечно, восхождение на Олимп. Ты лучше, Леша! 264! Мировой рекорд! Толкнул я 248 килограмм и выиграл как рывок, толчок и сумму. Получается, я стал уже чемпионом мира, все уже тренера там в эйфории, все довольны, все радостные. Алексей Ловчев родился и живет во Владимирской области. Заслуженный мастер спорта. На чемпионате мира в Хьюстоне победил в самой престижной, супертяжелой весовой категории. Установил рекорды мира в толчке и в сумме двоеборья. Ну, когда я поднял 248, у меня в голове так проскочило сразу, как легко я это сделал. То есть, даже сразу мыслей других не было, сразу 24 в голове цифры захотелось поднять мировой рекорд. Который, там, сумма более 15, там, около 15 лет одержалась. Сила – это спокойствие. Нету такой наглой поступи в этом человеке, все-таки мягкая сила. Спортсмен ставит еще один олимпийский и мировой рекорд. Царь зверей, можно сказать. Я думаю, что он был в себе уверен. Браво, хвала! Английский футбольный тренер Альф Рэмзи говорил, что футбол – это сумма скоростей. Скорость бега, полета мяча, мысли, принятие решений и так далее. Настоящая сила – это тоже не просто физическая одаренность. Это сила духа, сила уверенности, сила ответственности, даже сила любви, если хотите. Сила – это спокойствие. Василий Алексеев аккумулировал в себе эти составляющие, как никто другой. Самый главный секрет силы – это чтобы никто не мешал тебе тренироваться. Михаил Кокляев – российский спортсмен силовых видов спорта. Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 килограммов. Обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге – 417,5 килограммов. Никто и ничто. Вот и все. Мудрые слова. То есть, главное – пахать. Сила, ну, в первую очередь, это характер, доброта. Вот. Ну, физическая сила – это как бы не самое главное. Я считаю, что в человеке честность, доброта и характер – это самая важная сила. Настоящая сила мудра. Она идет наперекор хаосу и поднимается до предельного порядка. Сильный человек умеет прощать и никогда не обидит сам. Сила – это красота в степени. Иначе вряд ли Алексеев совершил бы тот космический прорыв в тяжелой атлетике, который мы до сих пор сравниваем с полетом Гагарина – 600 килограммов в сумме троеборья. Рекордсмен мира одержал новую победу. В сумме трех движений он поднял 607,5 килограммов. Поистине богатырские рекорды. Клуб 600 – это такой шаг вообще, прорыв в тяжелой атлетике. Потом все равнялись уже. Вот куда. Вот клуб 600. Это очень серьезно. Это сначала было в Великих Луках в январе, когда он сделал 595. Мы там с ним жили вдвоем в гостинице, в зал пришли, там все такое. Вот 595. А уже в марте было 600. Это в Минске. Началось 595. Тогда еще никто не поверил, как это так вот такое. Ну и ничего, и все очень просто и замечательно. Многие до сих пор неверно считают, что Алексеев свой 600-килограммовый рекорд установил на чемпионате страны. Ничего подобного. В марте 70-го в Минске проходил так называемый Кубок Дружбы. Именно на этих соревнованиях и состоялся исторический прорыв. И началась новая эра в мировой тяжелой атлетике. Эра шестисотников. Правда, долгое время в этом клубе состоял один человек. Василий Алексеев. Любители тяжелой атлетики понимали, что это за результат. И что человеку удалось собрать в сумме на четыре и более шестьсот килограмм. Это, конечно, очень много. И все тяжелоатлеты прекрасно это понимали. Это было чудо какое-то. Финишная сумма на самом деле. Потому что больше уже никто не поднимал. Антоний Савчук. Неоднократный чемпион мира в тяжелой атлетике среди юниоров. Один из представителей талантливой российской молодежи в супертяжелой весовой категории. Представляет Краснодарский край. В 1972 году это был последний год троебория. То есть, ну, классического троебория. Жим, рывок, толчок. Поэтому вот он, можно сказать, эту эпоху закрыл своими такими килограммами. Шестьсот сорок пять. Довольно-таки большие килограммы. Казалось, для Алексеева нет ничего невозможного. Каждое новое соревнование приносит очередной рекорд. Алексеев так высоко задирает планку с каждым новым выступлением, что уже непонятно, насколько беспредельны силы человека. Один из корреспондентов спросил у Алексеева, каким вы видите человека, который первым поднимет семьсот килограммов? Алексеев ответил, смотри на меня. Семьсот килограммов я подниму. И поднял бы, если бы после Олимпиады в Мюнхене не приняли решение отменить жим. Мало кто знает, что на турнир в Минске Алексеев мог и не попасть. В вагоне ресторане поезда его стали задирать неизвестные. Алексеева начинают оскорблять. Он молчит и продолжает есть солянку. Вдруг удар. О затылок спортсмена разбивается фужер. Алексеев даже ухом не повел. Позже Алексеев говорил, ответил, был бы виноват я. Для всех в ресторане я сильнее. Горькие уроки молодости не прошли даром. А может быть это была и провокация? Сегодня уже не разобрать. Ничего исключать нельзя. Вполне возможно, что среди этих ребят, которые приходят сегодня заниматься штангой во дворец спорта имени Алексеева в городе Шахты, и растут будущие чемпионы. Пусть не все дойдут до Олимпийской высоты, но спорт закаляет, воспитывает, учит жить, да и наполняет жизнью. А это, согласитесь, немало. И пока в такие школы приходит молодежь, живет не только память о великом спортсмене, но и его дело. А Василий Иванович выполнял это дело честно и до конца. Как учили в детстве, как родители воспитали. В шахтах была открыта школа имени Василия Ивановича, которая на сегодняшний день существует и работает. У нас появились ребята, которые, я считаю, 2-3 года, их ожидает сборная команды России. Международный Олимпийский комитет извлек уроки из мюнхенской трагедии. На Олимпиаде в Монреале 76-го года безопасность была обеспечена на высшем уровне. Так на каждого из спортсменов приходилось по два, а то и по три полицейских. Для Алексеева это была вторая по счету Олимпиада. Здесь спортсмен ставит еще один олимпийский и мировой рекорд. 440 килограммов в сумме двоеборья. Наша команда в общем зачете взяла первое место. В стане тяжелоатлетов можно было победно салютовать. 7 золотых медалей и 3 золота из одного города, из шахт. Николай Колесников, Давид Ригерт и Василий Алексеев. Превосходство Алексеева было огромным. Если Власов сражался именно со штангой, а не с соперниками, то Алексеев, он, можно сказать, сражался или издевался над соперниками. То есть для него сколько на штанге, мне кажется, не важно было. Для него было важно именно вот этот соревновательный азарт, а этот соревновательный азарт уже начинался с разминки. Мой тренер Гудзенко видел выступление, видел Алексеева, и говорит, что такого львиного спокойствия он ни у кого не видел, потому что вот царь зверей, можно сказать. Набрав в двоеборье 440 килограммов, Алексеев на 35 килограммов опередил серебряного призера Герда Бонка из ГДР. Бонк перед Олимпиадой неожиданно отобрал у Алексеева рекорд в толчке. Но на Монреальском помосте Василий Иванович отыгрался сполна, улучшив рекорд в толчке на 2,5 килограмма. Такое поражение Бонка некоторых удивило. И не случайно на пресс-конференции один из западных журналистов спросил у Алексеева, до Монреаля вы, вероятно, чувствовали, что ваш титул самого сильного под угрозой, но оказалось, у вас нет соперников, вам не с кем было соревноваться? Соперник был. Штанга, ответил Василий Иванович. Я думаю, что он был в себе уверен на все 100%, и нисколечко не сомневался в себе, что помогало ему хорошо выступать. Это было правильное выступление, это был выход правильный. Вот он пришел, чемпион. И нет сомнений, что именно он будет самой главной фигурой на этих соревнованиях. Браво, хвала! Основой тренировок Алексеева был каторжный труд без всяких там стероидов и допингов. Каждое упражнение он делал до изнеможения, до тошноты. Сам говорил, что переходил к новому упражнению только когда к горлу подкатывало. Ему действительно не требовался допинг. Он компенсировал химию фантастической страстью и азартом. Работы не до седьмого, а до двадцать седьмого бота. И продолжал штамповать рекорды, как пирожки. Первую тренировку он начинал с 12 часов дня. Выбирал самое-самое жару. Он себя ставил в условия, таких, которые тяжело бороться организмом. Он как раз ставил эту задачу. По мосту ничего не было. Песочек, две резины и штанга. Я ночами с ним просиживала во дворе, когда он тренировался. Все вот там заставляют тренироваться по графику. К восьми туда. А он говорит, а я к восьми не готов. Он может в одиннадцать вечера уйти тренироваться и прийти в два-три часа ночи. Сидела во дворе, потому что думаю, а вдруг штанга убьет там. Я что-то говорю. Да. Я его всю спортивную жизнь прошла. Все рассказывали, насколько он пахарь был, насколько он трудился на тренировке, что, наверное, не любой человек выдержит такие нагрузки. Апти Аухадов – заслуженный мастер спорта. Тренируется под руководством отца, заслуженного тренера России Хамзата Аухадова. На Олимпийских играх в Лондоне завоевал серебро. После чего добился побед на Универсиаде, чемпионате Европы и мира. Надежда сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Даже когда он идет на отдых, там, закидывал гриф, штангу, уазик свой, покушает, там, поставит, там, резинки, да, там, резины, штангу поставит, там, покушает, позанимается. Вот так вот отдыхал он. Это был его отдых со штангой. Придя в первый раз в зал шахтинского дворца спорта, Алексеев сразу начал экспериментировать. Вот этот снаряд, именуемый в простонародье «козлом», Алексеев превратил в настоящий тренажер для закачивания спины. Он до всего пытался дойти самостоятельно. Тренировки были изнурительны, но они не могли быть неинтересны. Он все время экспериментировал, плюс себя экспериментировал. Не кого-то, а себя. Тренировка в воде. В воде, когда тянешь, штанга не тяжелая. А когда начинают диски появляться выше-выше, она тяжелее, тяжелее, тяжелее. Он, значит, вырывает и уходит все с ней в воду. И вот он вылезает с воды. Он был думающий, грамотный спортсмен, который разработал именно для себя методику тренировок. И поэтому был долгожителем. Не бывает спортсменов без стран. В таком виде спорта, как тяжелая атлетика, они существуют априори. Кто-то бросает спорт, а кто-то ведет с травмами настоящую битву. Как Алексеев. Он не умел отступать. И над болячками надо было одерживать победы. У Василия Ивановича были проблемы со спиной. Серьезные проблемы. Эти нагрузки, которые он начал держать, пробивала спина. Просто не выдерживал. Он, вообще, он ко всему подходил аналитически. Почему? Что нужно сделать для того, чтобы уйти от этой травмы? И он вот изобрел этот спортивный снаряд. Хотя он вроде как и был, отплюг остался, но его модификация стала удобной для ребят. Такое упражнение, как наклоны через козла, который Василий Иванович очень любил. Вот в Подольске там спортивная база, олимпийскоризированная есть. Который он сам лично сделал такой станок, как наклоны через козла. То есть все там оборудовал так. Вот он постоянно там закачивал спину. Я просто это видел, и после этого я вот начал, как бы, много внимания этому уделять. И работаю так же, как Василий Иванович. А тогда это была чистая природная сила. Олицетворение русского былинного богатыря-мужика. Ты как машина. Наши спортсмены начинают возвращать утраченные позиции. Я русский парень в Америке восстановил на мировой рекорд. Тяжелоатлетам по правилам на попытку отводится сегодня всего одна минута. И две минуты на отдых. После объявления фамилии спортсмена, за 60 секунд он должен успеть взойти на помост. Настроиться на вес и начать попытку. Вперёд на вес и толкаешь. 119 килограмм. Именно вот этот момент, он очень важный, когда ты наступаешь на лесенке и идёшь до помоста. Надежда Евстюхина. Аспирантка Московского городского педагогического университета. За сборную России выступает с 2012 года. Одна из самых титулованных отечественных штангисток. Трёхкратная чемпионка планеты. Весовая категория до 75 килограммов. Вот, наверное, вот в этом моменте всё и решается. Насколько ты можешь себя мобилизировать быстро, да, что не обращать внимания на публику, а чувствовать только себя, своё тело и сосредоточиться на... Не то, что вот я там сейчас подниму, а просто выполнить свою работу. Да! Ощущение, вы знаете, наверное, это сравнимо, что ты как машина, да, техническая, не имеющая чувств каких-то там слабостей, и тебе надо идти, выполнять свою работу. Ты должен быть непоколебим в своих мыслях, в своих поступках, как пока ты поднимаешься до помоста. Соревнования по тяжёлой атлетике сегодня проходят динамично, хотя и длятся иногда по несколько часов. Но это и от количества участников часто зависит. Наверное, современные атлеты с завистью смотрят на архивные кадры, когда видят, как не спеша готовились к установлению своих мировых рекордов и предшественники. Они имели возможность постоять, подумать, поговорить со штангой, попросить её быть более сговорчивой и неупрямиться. Популярность тяжёлой атлетики в России остаётся на высоком уровне. В этом есть парадокс. Ведь 25 лет чемпионаты по штанге отсутствовали на отечественном телеэкране. Спутниковые каналы не в счёт. И тем не менее наши спортсмены начинают возвращать утраченные позиции. Первый в ряду современных Гераклов, несомненно, мировой рекордсмен Алексей Ловчев. На чемпионате мира в Хьюстоне его результат в двоеборье 475 килограммов называют фантастикой. Эйфория была. Эйфория, что я сделал, это гордость была, что вот я русский парень из маленького городка в Америке восстановил мировой за страну гордости, за себя, за тренировки моё, за нашу команду. Такие вот бурные эмоции были. Алексей вкачал силу по собственной методике и знал, что никакая фармакология не спасёт, если ты не готов к сражению физически и психологически. А психологически Алексеев умел обрабатывать соперников ещё до начала соревнований. Он уже своим спокойствием приводил противника в трепет. Когда он в раздевалке подходил к спортсменам и говорил, ну что, какой ты здоровый сегодня, наверное, ты сегодня поднимешь много. И люди начинали вот так вот дрожать и гореть. В апреле 1972 года Василий Алексеев установил свой 54-й рекорд мира, набрав в сумме троеборья 645 килограммов. Всего за два года он увеличил рекорд в троеборье более чем на полцентнера. Этот мировой рекорд представляется вечным. Он никогда не будет побит. И дело даже не в том, что троеборья уже давно нет. Дело в другом. Алексеев опрокинул все привычные представления о пределе физических возможностей человека. Ну, когда разменял шесть сотен, это уже казалось немыслимым. А 645 это, наверное, уже больше, чем немыслимо. Это колоссальные веса. Колоссальные. Поэтому даже не знаю, а кто бы сейчас это сделал. А ведь в начале спортивной карьеры Алексеева результаты росли очень медленно. Но он продолжал гнуть свою линию. Василий Иванович определил направление. С набором силы он набирал и вес тела. С математической точностью определял объемы нагрузок, интенсивность и время выхода на пик формы перед соревнованиями. Со временем, когда уже какой-то опыт и тренировочный такой пахотый, ты прошел вот эту вот боевую школу, уже чувствуется, ты понимаешь, чем человек занимался. А когда ты понимаешь, что он в разы тебя превосходил, то, что он в зале проводил в два, в три раза больше времени, ну, я не знаю, восхищение. Я до сих пор как бы не могу дотянуть до этого, хотя уже, можно сказать, каких-то достиг. Высот, хоть и маленькие. Олимпиада в Москве была непростым соревнованием. Мы помним о бойкоте, организованном американцами, помним о громких победах и громких разочарованиях. Трагедия для спортсмена, я думаю, на Олимпиаде это парадка. Первая моя баранка. Все-таки одна из попыток в рывке бы удалась, то там бы он уже дал бой, конечно, серьезно. Нет, мы не смотрим на это. Он уже великий человек, его все знают. Василий Иванович получает предложение возглавить сборную. Тренером он был жестким, но справедливым. При его руководстве наша сборная команда поражения не знала. Самой громкой сенсацией и большой болью стало поражение Василия Алексеева. Нельзя сказать, что к Олимпийским играм в Москве Алексеев подходил в идеальной форме. Ему было уже 38 лет. Но кто думал о возрасте? Если он Алексеев, то он обязан побеждать. Алексеев, это уже третий его подход к начальному весу. Две попытки были неудачны до этого. Если на Олимпиаде в Москве все-таки одна из попыток в рывке бы удалась, то там бы он уже дал бой, конечно, серьезный. И вот это была бы борьба. Мы включили эту попытку, третью, третью, тоже неудачную попытку. И Василий Иванович уходит. Ну, произошло и произошло. Это чуть не мой день. Первая моя баранка на крупнейшее соревнование. Но я знал, что это не моя вина. Что вот они мне что-то сунули, и я ну... Дали выпить эликсира для бодрости. Якобы. За шесть подходов до выхода на помост. Я тут штангу эту на разминке металл куда попало. 165 в стойку рвал. Чего никогда не делал. Занитил вес первый подход. Вышел все, дурак. Никакой. Отравили. Это, конечно, трагедия для спортсмена. Я думаю, на Олимпиаде это баранка. Если чемпионат Европы и чемпионат мира проходят каждый год, это тяжело, когда баранишь. А на Олимпиаде 4 года, которые проходят, это вообще, наверное, травма. Даже если он забаранил в 80-м году, да, не надо забывать, что он двукратный олимпийский чемпион. 72-76 года. Он уже великий человек, его все знают. Своеобразная баранка и психологически воспринимается довольно-таки тяжко. Отвратительное чувство. Неприятное. То есть спортсмен идет к своей цели. В данном случае это Олимпийские игры. Это цикл. Цикл – это 4 года. То есть и когда вот это вот происходит, да, такой мимо, то есть ноль. И ты думаешь, вот эти 4 года потрачены. Жаль. Нет, мы это, не смотрим на это. Мы оставляем его в памяти как величайшего спортсмена, фантастически одаренного, великого русского человека. Когда люди уходят из большого спорта, часто от них самих зависит, как долго о них будут помнить болельщики. Алексеев словно и не покидал помост. Орел его славы и великих побед не растаял в дымке. Он просто перепрофилировал свою деятельность. Причем очень грамотно и точно. Из спорта не мог уйти по определению. Разве можно представить себе тяжелую атлетику без таких, как Алексеев? Это получается степень ответственности. То есть ты постоянно на определенном уровне, высоком уровне. И от тебя люди требуют этого высокого уровня постоянно. Ты должен его доказывать постоянно. Это большая ответственность. Это естественно. И когда ты оступаешься, тебе это люди не прощают. Они в тебя тыкают пальцем, они что-то там говорят тебе за спиной или думают какие-то вещи. Вот почему у тебя не получилось. После Олимпийских игр в Сеуле Василий Иванович получает предложение возглавить сборную. Он принимает предложение, но не предполагает, что тренировочный процесс, он и его сборная начнут в одной стране, а заканчивать будут уже в другой. СССР распался, но никто не снимал с Алексеева задач по выигрышу олимпийских наград. Первый сбор Алексеев начал со слов. Слушайте меня внимательно. На этом сборе нет ни заслуженных мастеров спорта, ни чемпионов мира Олимпийских игр, ни членов сборной команды страны. Ко всем требования будут одинаковы. Тренер, он был жестким, но справедливым. То есть, его величество, результат. Выигрываешь, показываешь на чемпионате страны и на каком-то другом старте. Все он включает в команду. Несмотря на твои титулы, ты мог за нарушение спортивного режима или за нарушение тренировочного процесса, будем говорить, мог ты попросту покинуть учебно-тренировочную базу и уехать домой. При его руководстве наша сборная команда поражения не знала. Вот вам какие-то характеристики, значит, тренерская к этому человеку. После каждого завтрака, после каждого обеда или после каждого ужина 90% команды собиралось вокруг него и слушало его рассказы о спорте, о жизни, о конкретных людях, поступках и так далее. То есть, было очень интересно. Никто нас туда не зазывал. Как-то само собой импровизировано все это получалось. На Олимпийские игры в Барселону приехала так называемая сборная СНГ или объединенная команда. Без флага, без гимна, но с амбициями и нацеленностью на результат. Алексеев себе не изменил. Он знал, чего хочет от спортсменов, а они понимали требования руководства сборной. Пять золотых медалей. Это ли не отличный итог? Кстати, шахтинские штангисты завоевали на играх еще одно золото для своего города. Сделал это Виктор Трегубов. Олимпийские игры в Барселоне ушли в историю. В том же направлении ушла и сборная СНГ. Растаяла, как мираж. Спортсмены разбрелись по своим уже не республикам, странам. Россия стала готовиться к новой Олимпиаде самостоятельно. Алексееву не нашлось места в новой сборной страны по тяжелой атлетике. Сложно сказать, почему. Когда он работал тренером по тяжелой атлетике, это было СНГ. Потом СНГ распалась, и он как бы остался неудел. Он не пошел за себя просить. Предложений не было, потому что в России был свой тренер, в Белоруссии свой, в Украине свой. И вот он так, а предложений не было, он вот так и остался и дома. Но находил в себе занятия. Он никогда не сидел без дела. Да, я родимый. Когда ни за что. Когда делаешь много добра человеку или кому-то, а в ответ получаешь только шарпотреб и дерьмо. Вот тут, конечно, обидно. Последние годы при демократии это сплошное явление. Потому что все ценности потеряли свою цену. На первом месте деньги и свои собственные корыстные интересы. Василий Иванович уважал силу, уважал людей и не терпел пренебрежительного отношения к себе и своим товарищам. Говорят, что его личный фильтр по определению, насколько человек порядочен, никогда не подводил. Он умел постоять и за себя, и за страну. Даже в мелочах. И ему ничего не стоило ответить достойно любому. Будь то, хоть президент США. У нас тут там какие-то мероприятия были, мы немножко тоже припаздывали, но президент Соединенных Штатов пригласил. Жидая приема, время идет, время просрочили. Выдержав какое-то время, Василий Иванович спрашивает у переводчицы, сопровождающего лица, когда. Ну, им объяснили, извините, еще минут 10-15, подождите, пожалуйста. Проходит еще минут 20, и Василий Иванович со словами таких запчастей, как картер, у меня гаража навалом, встает и уходит, и за ним встает вся команда, вся делегация и следом прядется за ним. У него было удивительное чувство юмора. Вот уж действительно за словом в карман не лез. Но и специально по карманам не шарил, чтобы кого-то насмешить. Он шутил, когда надо, по ситуации. Никогда не пытался стать центром внимания. Оно и так к нему было приковано. На всякие глупые вопросы иногда так же старался с юмором отвечать. Когда однажды у него спросили, это правда, Василий Иванович, что во время обеда вы там седаете 7 куриц, 40 котлет, он говорит, это неправда. Это неправда. Вы меня оскорбили этим. Записывай, я на завтрак седаю, говорит, по 30 цыплят, на обед по 40, на ужин 50. И плюс 50-60 котлет. Про яйца я и не говорю. Как и любой великий чемпион и большой человек, Василий Иванович Алексеев уникален. Но он уникален не в рамках города шахты Ростовской области или России. Его масштаб распространяется в пределах планеты Земля. Но даже при таких масштабах у человека должен быть тыл. У Алексеева он был самым надежным и крепким. Великому спортсмену и жена должна была достаться со спортивным именем. Олимпиада Ивановна. Мне кажется, лучшего я и человека и не встречала. И не встречу никогда. Простой, добрый. Иногда даже он с кем-то бывает как-то наигранно. А когда дом остается один на один, это совсем другого человека. Я его помню как самого дорогого, любимого, отзывчивого, справедливого человека. То есть настоящего семьянина. Он нас воспитал, я считаю, что правильно. Если применить такое понятие как образцовая семья, то это можно здесь такое сказать. Люди, которые любили Драдуа. Мать до сих пор его любит. Но тут другого нельзя ничего сказать. В центре города шахты перед дворцом спорта имени Алексеева стоит на пьедестале сам Василий Иванович. Стоит, словно только что выполнил рекордную попытку. Аккуратно положил штангу на помост и улыбкой встречает своих земляков. Мы пытались ничего не потерять. То есть в детали даже вот то, что у Василия Ивановича было, даже сломанный палец безымянный. И на памятнике, если вы отобрете внимание, у него сломанный безымянный палец. Этот памятник показывает в очередной раз, что это действительно человек-машина был. Очень такой волевой, сильный и по сегодняшний день недосягаемый. Теперь в городе шахты имя Алексеева носят не только дворец спорта и школа. Есть и проспект, очень красивый, в центральной части которого расположены портреты великих шахтинских олимпийцев. Чувствовалось уважение и простота в общении людей. То есть они не видели в нем что-то такое сверхординарное, неприступное. То есть видно его внешность как-то притягивала народ и не пугала его. У человека характер, он всегда жил вот жизнью человека, а не жизнью какого-то должностного лица. Если у артистов или у спортсменов существует звание заслуженный мастер спорта, народный артист, то вообще нужно говорить народное достояние. Достояние республики, достояние страны, жемчужина, бриллиант. Он человек-легенда и самый сильный человек 20 века. Вес взят. Прекрасно, но несправедливо, что я внизу, а штанга наверху. Такой триумф подобен поражению, а смысл победы до смешного прост. Все дело в том, чтобы завершив движение с размаху штангу кинуть на помост. Алексей Конович удивил англичан. Они назвали его Тигром. Так ответил Абутиншин. Паденченко во всех боях легко оден к его победу. Отлично! Врубин берет 2.18 и снова с первой попытки. отжимых отмечений! Субтитры Продолжение следует...